На клюшку собственник дворца зрелища спорта будет добиваться открытия арены уже в краевом суде. Он подаст апелляцию на решение суда железнодорожного района Барнаула, который накануне поставил точку в громкой истории. Вердикт не открывать объект из-за нарушений противопожарной безопасности. Нет, не согласен. Не согласен. Почему? Потому что все устранили. Все устранено. Здание безопасное. Есть экспертное заключение, независимая экспертиза. Есть заключение судебной экспертизы. И мы, в общем-то, удивлены, почему доводы не были приняты во внимание. Прокурор района настаивал на том, чтобы владельцы зданий исправили 16 пунктов. В итоге их осталось 7. Например, переделать несущие конструкции, помещения для склада, потолок в зале и в фойе. В ответ собственник райсовпроф говорил, что для этого потребуется реконструкция всего дворца спорта и большие финансовые вложения. По результатам судебных заседаний судья приняла решение о закрытии главной ледовой арены региона до устранения всех нарушений. После того, как ответчики устраняют нарушения, судебный пристав исполнитель приходит, проверяет, устранено, не устранено. И решается вопрос об окончании исполнительного производства. В случае, если все нарушения будут устранены, те нарушения, которые именно создают опасность, создают угрозу жизни и здоровью человека, то можно свободно эксплуатировать здание. Но вот тем временем стало известно, что концерт еще одного известного артиста страны Сергея Лазарева вслед за выступлением певица Ани Лорак перенесен на площадку меньшей вместимости. Хоккеисты профессионального клуба Алтай вместе с детской школой по-прежнему вынуждены проводить игры и тренировки в Карандин арене на Жасминной 3. Продолжение следует...